Трудные места писания Ну, здесь надо, конечно, целый отрывок читать, речь идет о сотворении человека, и сначала создается человек, а человек это на древнееврейском языке Адам, и только потом создается женщина. И вот Бог из ребра человека, который он вынимает у него, творит женщину. Ну, получается, что женщина как бы не совсем человек, во-первых, а во-вторых, и это, пожалуй, главное противоречие, у нас же уже было это все, да? В первой главе сотворен человек, и там более конкретно сказано, в первой главе, 26 стих, и сказал Бог, создадим человека наш образ и наше подобие, и далее в 27-м, Бог сотворил человека, образ свой, Божий образ он сотворил, мужчину и женщину сотворил. Два разных рассказа. Причем первый, ну, как-то нам ближе сегодня, да, то есть Бог творит человека, мужчину и женщину, ну, понятно, что слово человек здесь, наверное, собирать на человечество, а второй слишком какой-то примитивный, вот на уровне практически сказок, да, то есть берет ребро, как будто он не может сотворить из ничего, нужен какой-то материал, и человек, собственно, говоря, это мужчина, а женщина – это некоторое дополнение, причем, смотрите, в первой главе человек сотворен в самом конце, а во второй – нет, сначала сотворен человек, потом созданы всевозможные звери и птицы, и только потом, когда человек сотворен, выясняется, что звери и птицы ему недостаточно помощники, и нужно сотворить другого такого же человека, то есть женщину. Я вот думаю, человек, который это составлял, первую и вторую главу вместе, нет, ну, я понимаю, что разные версии, я не буду сейчас об этом рассказывать, много этого есть, и логист, и ахвист, то есть кто-то называет Бога Богом, а кто-то называет Господом Богом, это тема отдельного разговора, и сейчас подробно этого говорить не нужно, но кто-то был редактором, кто-то взял и составил эти повествования вместе, первую и вторую главу, он что, не замечал этих противоречий, не захотел их устранить? Вы знаете, мне кажется, что здесь все немножко иначе, человек, который составлял вместе этот текст, наш автор книги «Бытия», он не то, что не видел противоречий, он не считал их противоречиями. Вот мы можем иногда описывать что-то с разных точек зрения, и смотрите, первая глава «Бытия» описывает сотворение мира, как вот некоторое целенаправленное движение к человеку, который есть венец природы, а вторая глава описывает сотворение мира, как некий прекрасный сад, в котором живет человек, и для этого человека создаются условия, в частности, там есть деревья, между прочим, они тоже появляются после человека. Вторая глава, восьмой стих в Эдеме, на востоке Господь Бог насадил сад и поселил в нем человека, Господь Бог вырастил там всевозможные деревья, приятные взору и с хорошими плодами. Ну, может, конечно, сначала вырастил, потом поселил, но звучит так, что вырастил их как раз для человека, которого там поселил, чтобы он там не в пустыне жил, да, а потом сотворил еще животных. Когда выяснилось, что животные недостаточно подходят для роли напарника человека, то он творит женщину. И смотрите, а с другой стороны, вот в патриархальном обществе, в котором этот текст описался, женщина вторична по отношению к мужчине. Сначала она чья-то дочь, потом, или сестра, может быть, потом она невеста, жена, потом мать кого-то, да, но она всегда определяется через мужчин. И эти мужчины, они заботятся до сих пор, скажем, в странах очень патриархальных, где-нибудь в Саудовской Аравии, женщина не может выходить одна на улицу, не может сама путешествовать, с ней обязательно должен быть ее брат, муж, отец, то есть тот, кто за ней приглядывает, да. Мы, конечно, от этого очень далеко ушли, но этот текст списался в таком именно обществе. И вот оно отражение, то есть первичен мужчина, женщина вторична. Но сама эта социальная иерархия вторична по отношению к сущностному единству мужчины и женщины человечества. Это единый организм, мужчины и женщины вместе. Они оба составляют это человечество, они оба царствуют в этом мире. И только потом вводится вот это социальное различие. То есть, смотрите, мне кажется, что первая глава Бытия просто невозможно читать буквально. Ну, он в третьей главе. Бог гуляет по саду в вечерней прохладе, по Эдемскому саду. Ну, явно как выходят действительно люди, вот там жаркие места, да, на Ближнем Востоке, когда жара спадает, вечером по прохладе погулять по саду, как это приятно, да. Там вот этот змей, который разговаривает. Я понимаю, что мы традиционно видим в нем сатану, противника Бога, но он змей, да. Вот, ну, как это вот тогда получается, что любая змея – это противник Бога? Нет, конечно. То есть, мы видим некое повествование на мифопоэтическом языке, и, с другой стороны, этот мифопоэтический язык позволяет выразить некоторые очень важные мысли. Мне кажется, что как раз вот само сочетание двух историй о сотворении мира и центр каждой истории сотворения человека, в одном случае сразу мужчина и женщина, в втором случае, по отдельности показывает, насколько условно это повествование. Вот, если бы автор-редактор или автор-создатель текста бытия, который мы имеем перед собой, жил сегодня, возможно, он сказал бы что-то вроде. Вы же понимаете, что это образно, вы же понимаете, что это попытка выразить на нашем языке через какие-то понятные вам слова, выражения, явления то, что, в принципе, невыразимо. То, что, в принципе, может занимать, описание чего может занимать, там, не знаю, тысячи страниц. Мы еще спорим, там, был ли Великий Взрыв, как там проходила эволюция или что-нибудь подобное. Но здесь не об этом. Здесь о каких-то главных вещах, которые при сотворении мира с самого начала возникают. И, в частности, вот это единство мужчины и женщины, которое подчеркивается и здесь, во второй главе. Вот почему мужчина оставляет от своей мать и соединяется с женой и становится с ней единой плотью. Вот это, мне кажется, действительно очень важный момент, который здесь провозглашается. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.